Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью. И сегодня мы с вами продолжим изучать законы вселенной. Я надеюсь, что вы уже смотрели мои предыдущие видео. Если нет, это означает только одно. Вы до сих пор не подписаны на мой канал, и это надо срочно исправить. Исправляйте, возвращайтесь, потому что вас ждет очень много интересного. И всю информацию, которую я давала, даю и буду давать, будет касаться только одного. Как вам научиться управлять своей реальностью и сделать ее такой, как мечтаете вы, а не ваши родители или кто-то еще. Давайте начнем. Сегодня наша тема с вами будет, каким же именно образом убеждения управляют нашей жизнью. И можем ли мы на это влиять. Слово убеждения нам знакомо. Мы сегодня с вами еще поковыряем такое замысловатое слово, как аффирмации. И я расскажу вам, что к чему. В результате вы очень четко осознаете, почему некоторые вещи в вашей жизни у вас никогда не получались. Вы наконец-то сможете от этого избавиться. И научитесь понемногу понимать, как программировать как себя, так и других людей. Да-да-да, именно так все и устроено. Напоминаю, что делать надо все всегда во благо, потому что то, что вы отдаете, то и возвращается. Об этом мы с вами уже говорили в предыдущих моих видео о законах с теленой. Поэтому я думаю, что вы уже с этим точно знакомы и справились. Как я уже сказала, в результате сегодняшнего видео мы с вами сможем разобраться с тем, почему в нашей жизни что-то не получается. И для того, чтобы долго обо всем об этом не говорить, я предлагаю начать. Но перед этим есть очень важная информация. Если вы еще не читали и не слушали мою книгу, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу», это срочно необходимо сделать. Под этим видео в описании есть ссылка для того, чтобы вы могли скачать эту книгу и прочитать, или послушать ее, потому что я лично записала ее в аудиоформате. Я прямо очень сильно рекомендую вам это сделать и на досуге, вечерком, или, возможно, прогуливаясь, обязательно почитать или послушать мою книгу. Обещаю, что она начнет менять вашу жизнь буквально сразу же. Ну, а теперь давайте приступим к нашей теме. Итак, для того, чтобы мы могли с вами подробнее говорить об убеждениях, нужно вообще понимать, что такое эти убеждения. Мы часто произносим такую фразу «Я убеждена, что…» Давайте я про себя. «Я убеждена, что я в скором времени буду собирать стадионы людей. Я убеждена в том, что деньги созданы для меня. Я убеждена в том, что каждый человек рожден быть счастливым». Согласитесь, такие убеждения далеко не у каждого человека. Очень многие люди убеждены в том, что мы все скоро умрем, что, возможно, в скором времени наступят какие-то страшные вещи, возможно, какой-то новый штамм какого-то вируса. Кто-то убежден в том, что он не может много зарабатывать. Кто-то убежден в том, что родился бедным и умрет бедным. У каждого из нас есть свой набор убеждений. И даже если мы не понимаем, что это наши убеждения, по факту, это не делает их неубеждениями. Убеждения и… Важная мысль. Убеждения, которые у нас есть о мире, о своей реальности. И то, какова реальность на самом деле, – это две разные вещи. По сути, можно сказать, что убеждения – это то, что мы сами себе придумали, во что мы верим, и что в результате проявляется в нашей жизни. Но как эти убеждения создаются? Почему у одних убеждения, например, что я богатый человек и деньги приходят ко мне легко, а у другого убеждения, что я бедный, деньги достаются сложно, много не заработать, без родителей невозможно открыть успешный бизнес, если у тебя нет богатых родителей, или невозможно получить хорошее образование. Мужчина маленького роста всегда будет бедным. Ну, у каждого из нас есть что-то свое. Откуда это берется? Почему у одних одно, а у других другое? Мы все с вами слышали такое слово, как аффирмация. Что такое аффирмация? Многим кажется, что аффирмация – это какая-то вот такая фразочка. Я богатею с каждым днем. На самом деле нет. Аффирмация – это любое, абсолютно любое выражение, которое мы слышим. Но в аффирмацию оно превращается тогда, когда нам постоянно его повторяем. Кто-то или мы сами. Например, когда вы говорите «я не умею готовить». Приготовишь – «я не умею готовить». Пойдешь – «я не умею готовить». А давай – «я не умею готовить». Таким образом, обычная фраза, некая характеристика, которую вы себе придумали. «Я не умею готовить». «Я не сажусь на шпагат сегодня». «Я не сажусь на шпагат». «Я не гибкая». «Нет, я не гибкая». «Я не слышу музыку». «Я не умею писать». «Ой, да нет, я не фотогеничная». «Не снимайте меня, пожалуйста, не снимайте». «Нет, нет». И вот так фотографируетесь? Или так? Я представляю сейчас лицо. Своё. Так вот, это всего лишь некое наше представление о себе. Или чьё-то другое представление о нас, которое нам вкладывают. Например, «мама, ты у меня страшненькая». «Замечательные матери у нас». «Ты у меня страшненькая». Или «У таких, как ты, не бывает хорошей работы». «Такие, как мы, с такими, как они, никогда не сходятся». И когда нам это повторяют часто, мы начинаем в это верить. Всю мою детскую жизнь моя бабушка повторяла мне. «У нас в семье крупная кость. Мы все в семье толстые». Я росла с тем, что я не могу быть худенькой, потому что у нас крупная кость. И это мощное и жёсткое убеждение, с которым я жила. И даже я попрошу, наверное, сейчас показать фотографию моей крупной кости, которая реально была у меня крупной ровно до тех пор, пока однажды я не подумала. А что, если у меня всё-таки мелкая кость? Просто я салом обросла. Допустим. Так вот, каждая повторяющаяся фраза начинает называться аффирмацией. Смотрите, как это выглядит. Итак, например. «У меня крупная кость». Нет, ты толстая. Давай, ты толстая. У нас все толстые в семье. Вот так. «У нас все толстые в семье». Ну, ты услышал, боже, вы толстые, и пусть вам так живёт. Но тут вам ещё раз. Сказала теперь уже не бабушка, а мама. «У нас все толстые в семье». Вы такие, правда? Да нет, я вроде худая, нормально. Тут ваш дедушка. У нас все толстые в семье. Брат вашей мамы. У нас все толстые в семье. Вот это повторение называется аффирмацией Когда один или много людей Говорят постоянно одно и то же Это превращается в аффирмацию Вот наш цветочек превратился в аффирмацию Вначале это была обычная фразочка Ее повторили много раз и это аффирмация Когда вы много раз повторяете что-то одно и то же Это ваша аффирмация Позитивная, негативная Она имеет любой знак Нет такого, что аффирмация это только про хорошо Они тоже считают, что ничего плохого не говорят Ну толстый, ну правда, ну что тут возьмешь Когда ее повторяют очень и очень часто Много и много, много и много Еще присоединяют, еще присоединяют Еще незаметно наша аффирмация превращается в убеждение Я обязательно скоро, уже понятно из этого мне видео Запишу вам видео, в котором расскажу о том, что такое сознание и подсознание Вы тоже наверняка это много слышали, но нифига не понимаете, что это означает Но сейчас я вам приблизительно попытаюсь это очень быстренько В черновом варианте показать Смотрите, есть человек И есть у него два таких уровня Вот это сознание, а это подсознание Что такое сознание? Сознание это когда я понимаю и соображаю Например, я говорю сейчас там, что я вот стою перед камерой Я нахожусь в сознательном состоянии, я понимаю Вот есть камера, вот я говорю Я в сознательном состоянии То есть я контролирую и понимаю, о чем я говорю Но есть такие моменты, которые я уже делаю на подсознательном уровне Например, я не думаю сейчас в сознательном состоянии, как мне руку поднять Я каким-то образом жестикулирую, поправляю волосы Это уже моменты, которые я не обдумываю Я не составляю буквы, предложения На подсознательном уровне я строю свои предложения Как-то себя веду Это уже выработано, это является частью меня Мне не нужно для этого напрягаться Когда вы, например, учитесь водить автомобиль Вам очень нужно быть в сознательном состоянии Вы делаете это первый раз, переключаете передачу Вам непонятно там Нажимаете на педаль, крутите руль, смотрите в зеркала Когда вы делаете это достаточно долго Это происходит на подсознательном уровне Вы уже не думаете, как вы крутили руль Как вы там ключ зажигания зажигали Вы все, вы на автомате это делаете Подсознание равно некий автомат Автоматические действия Не то, что стреляет, а то, что автоматически что-то делает Так вот, как все происходит здесь На наш сознательный уровень приходит фразочка Кто-то вам сказал Вы такие, да нет, я типа ничего такого не делаю Пришли на какую-то другую тренировку А вам, кто-то очень гибкая Да, странно, не замечала Ну, вроде нормально, я никогда не тянула специально Дальше там на дискотеке танцуешь Подружка говорит, слушай, ты такая гибкая Такая пластичная, ты говоришь, да ладно Парень говорит, слушай, ну ты гибкая Конечно, вообще капец И в общем вся эта куча людей В сознательном состоянии Наговорили вам, что вы гибкая Какой-то момент, когда вот этих вот Аффирмация, да, сложилась аффирмация Из фраз сложилась аффирмация Много что-то сказали, называется аффирмация И оно у вас, опа Фокус-фокус И провалилось на подсознании И вы приходите на следующую тренировку Какую-то новую И говорят, здравствуйте, кто-то гибкий есть Вы такие, я гибкая А потом думаете, блин, да, я гибкая Откуда я знаю, что я гибкая? Я не знаю, но все говорят, я гибкая Да я гибкая, да, смотрите, как я гнусь И это стало нашим убеждением Вы не поняли сами, как это произошло То есть, когда нам что-то много раз повторяют У нас это превращается в убеждение Теперь очень важный момент Наши убеждения живут на подсознательном уровне А убеждение – это все, что мы думаем о себе, о мире Вот то, во что мы верим Верим беспрекословно Помните, на подсознательном уровне мы даже не спрашиваем себя Как я еду за рулем? Так и тут мы даже не спрашиваем Почему я считаю себя хорошей или плохой? Гибкой или не сильно? Что я могу заработать или не могу? Что у меня получится или не получится? Мы даже не задаем себе такой вопрос Потому что мы находимся, если тут в сознательном То тут в неосознанном состоянии Мы не задаем себе эти вопросы Мы просто знаем, что да Столько могу заработать, столько не могу Так получится, так не получится Все это наше представление о жизни Еще раз Это очень важно, чтобы вы осознали Что наши убеждения – это всего лишь наше собственное, личное представление о жизни Созданное на основе собственных вот этих вот всего опыта убеждений Или навязанного другими людьми Другие люди могут внушить вам то, что вы великий человек И другие люди могут занизить вашу планку и убедить вас в том, что выше головы не прыгнешь Что твоя роль здесь на большее не способна Куда ты лезешь? Ты без меня никто У тебя никогда ничего не получит И как вы понимаете, великие люди всегда будут вас возвышать Низкие люди всегда будут вас унижать И это тоже повод на подумать Поразмышлять, какие люди окружают вас Потому что если вас окружают люди, которые постоянно вкладывают в вашу голову убеждения Не суйся, не лезь, не трогай, не можешь Здесь есть разные моменты Есть родители, которые сами по себе потолка не пробили, сильно не прыгнули И они это делают с любовью Они хотят вас уберечь, они боятся, что вдруг вы прыгнете и с вами будет плохо Они поэтому говорят, не прыгай Исходя из собственного жизненного опыта Есть другие люди, которые не хотят, чтобы вы прыгали Часто так бывает в отношениях, когда мужчина говорит Не надо работать, не лезь Он не хочет с вами соревноваться Он не хочет, чтобы вы стали в каком-то моменте лучше или независимей Бывают, что у него просто какие-то личные соображения Ну, кстати, история наоборот тоже работает Где точно так же ведет себя женщина по отношению к мужчине Именно женщина может возвышать своего мужчину, давая ему крылья Или принижать его, называя его ничтожеством, которое ни на что не способно Вопрос только в том, что эти убеждения становятся нашей реальностью Не потому, что наша реальность такая А потому, что мы сами ее выбираем И исходя из этого, как вы понимаете, нам нужна серьезная работа Потому, что у каждого из нас, вот здесь, в нашем подсознании У каждого есть очень много разных убеждений Очень много И у нас есть, если поделить их вот так У нас здесь есть какой-то ряд позитивных убеждений Убеждения, которые дают нам веру в себя Которые заставляют нас быть классными Ну, в общем-то, которые нам идут на пользу И огромное количество отрицательных Отрицательных убеждений, которые не дают нам самовыражаться Не дают нам пробивать тот самый потолок Не дают нам возможности быть тем великим человеком Которым бы мы могли быть И, как вы понимаете, для того, чтобы с этим поработать А с этим можно и нужно работать Это, кстати, очень хорошая новость Наша задача разобраться с тем Какие убеждения являются для нас позитивными А какие негативными Потому что каждое негативное убеждение Можно заменить позитивное Например, убеждение в том, что Например, я всегда опаздываю Можно заменить на то, что я всегда все успеваю И, исходя из этого, начинать действовать Потому что мало того, что мы ставим себе Другое убеждение, новое Мы теперь начинаем действовать А как действует человек Который всегда приходит вовремя Наверное, он заводит будильник Наверное, он тщательнее планирует свой день Наверное, он встает раньше и тогда я начинаю действовать, исходя из своего убеждения. Очень важный момент. Мы всегда действуем в жизни, исходя из собственных убеждений. Я такая, как я думаю о себе. Если я знаю, что я сильная, смелая и справлюсь с любой ситуацией, то в любой критической ситуации или обычной я буду действовать именно так. Но если у меня убеждение, что мне никогда ничего не получается, я трусливая, и со мной вечно происходят проблемы, обязательно будет именно так. Наши убеждения являются мощнейшими программами. Так вот мозг программируется именно таким образом, путем постоянных повторений, когда нечто складывается в аффирмацию, которую мы постоянно повторяем, она у нас превращается в мощное убеждение, и убеждение превращается в нашу жизненную программу, как будто бы правило. Мы говорим, я толстая, поэтому мне не нужно следить за питанием, заниматься спортом. У нас в семье все толстые. И это определяет. Точно так же, как определяет то, что, например, у нас в семье все всегда достигают успеха. И это сразу же дает и накладывает некий отпечаток. У нас все успешные, значит, я тоже могу. Значит, мне нужно искать варианты, значит, мне нужно искать возможности, значит, мне нужно действовать, я могу действовать, и у меня точно получится. А когда я смотрю, например, и говорю, да, все у нас тут, никто успеха не добился, я и сама не делаю ровным счетом ничего для того, чтобы этот успех был. А как можно достичь успеха, если ты ничего для этого не делаешь? Тема убеждений на самом деле просто огромная. И все, что вы будете и можете рассмотреть в своей жизни, выглядит именно так. Сегодня я хочу дать вам несколько классных рекомендаций. Потому что для того, чтобы системно с этим поработать, конечно же, лучше всего прийти на курс, на тренинг, на мой марафон, например, рерайтер жизни, и системно в этом работать. Наш мозг программируемый. И если мы научимся системно вкладывать в свою голову верные мысли, создавать правильные аффирмации, превращать их в мощные убеждения, конечно же, наша жизнь начнет меняться. Точно так же, как если мы научимся понимать, что для нас хорошо и плохо, заберемся на этот уровень подсознания, достанем оттуда негативные эмоции и вместо них загоним позитивные, только представьте, как сильно поменяется наша жизнь. И это абсолютно возможно и делается все в течение пары месяцев. Представьте себе, что за два месяца можно привести свою жизнь в порядок на процентов 80, ее улучшив. По-моему, очень даже ничего. Это возможности нашего мозга. Что вы можете делать сегодня хорошим? И что вы можете замечать? Приучите себя, первое, отслеживать, что вы говорите. Потому что то, что вы о себе думаете и говорите, по факту является убеждением. Слушивайтесь внимательно. Говорите ли вы, ой, у меня не получается, я никогда не могу, ой, я не гибкая, ой, я не талантливая, ой, я плохо пою, ой, у меня... Записывайте эти вещи и начинайте их смотреть. Дайте своему мозгу такую установку. Я хочу научиться отслеживать, что я говорю. Второе. Подумайте о том, на какие другие убеждения вы бы хотели заменить то, что вы о себе думаете. И замените их со знаком плюс. Нашли с минусом, заменили на плюс. Третье. Научитесь следить за тем, что вы говорите другим, особенно своим близким и детям. И вместо того, чтобы в очередной раз вам сказать, ты не умеха, ты вечно опаздываешь, попробуйте поменять и начать хвалить. Кладывай, ты у меня самый талантливый, у тебя всегда все получается, ты всегда здоров. Мам, я опять болею. Ты всегда здоров. У нас в семье все всегда здоровые. Желательно без частички не. Не болеют, а здоровые. Все в утвердительной форме, с восклицательным знаком, с верой и с любовью. То есть начните хвалить, вселять силу, да, муж? Нет, у тебя обязательно все получится, у тебя всегда все получается. Утвердительная форма. Точно такая же, как и себе. Я устала, я вообще не могу. Нет, я всегда прекрасно чувствую себя по утрам. Зимой утром я просыпаюсь с легкостью и удовольствием. Это, кстати, интересная штука. Наверное, я тоже когда-нибудь сниму отдельное видео по этому поводу, но скажу вам так. Попробуйте пять минут, когда вы себя чувствуете не очень хорошо, создать позитивное утверждение и в течение пяти минут его просто проговаривать. И вы увидите, что состояние вашего организма обязательно изменится. И тем людям, с которыми у вас есть некие конфликты или некие напряженные обстоятельства, создайте для них такие специальные устойчивые аффирмации, которые постоянно повторяйте и можете проговаривать им вслух. И вы увидите, как эти люди начнут меняться. Когда-то у меня была такая ситуация, когда я училась в университете, и я очень сильно не любила своего куратора. Она всегда вела себя, как мне тогда казалось, надменно, с такой короной. И я каждый раз, когда шла к ней на пары, просто ужасно себя ощущала и все время сидела и думала, хоть бы не спросила, хоть бы не трогала, хоть бы побыстрее закончилось занятие. Понятно, что занятия тянулись бесконечно, меня трогала, меня спрашивала, и каждый раз это был конфликт. И вот я решила создать такую себе тогда аффирмацию. Я тогда начинала изучать литературу, только-только появлялась какая-то такая тематика, и я себе создала следующий набор таких аффирмаций, которые затем превратились в убеждения. Во-первых, я создала себе, что я любимая ее студентка, что она меня обожает, что я обожаю ходить на ее лекции. Вы не поверите, но ровно через год все было именно так. Она лично отмазывала меня от каких-то проблемных ситуаций, когда я попала в шоу-бизнес и ездила на гастроли, и не могла приходить сдавать вовремя все свои зачеты. То есть она превратилась просто в моего верного друга, и настолько сильная у нас с ней зародилась любовь, поддержка и так далее. То есть мы должны понимать, что помимо того, что мы создаем убеждения в голове, мы еще и создаем мощную энергетическую вибрацию. Если вы не смотрели, кстати, мое видео на тему энергетических вибраций человека, обязательно посмотрите, и тогда вы поймете, почему, собственно, убеждения работают именно так, как они работают. Я больше не буду сейчас много продолжать говорить об этом, потому что я уверена, что вам есть над чем подумать. Оставлю информацию для других видео, а вы обязательно подписывайтесь на мой канал. На моем канале вы будете находить много информации о законах нашей Вселенной, а также о техниках управления реальностью, которые также выходят в специальные рубрики. Оставляйте свои комментарии, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, где есть много моей жизни, где есть много мотивации, где есть отдельные прямые эфиры. В общем, включайтесь. И, конечно же, не забывайте о том, что я автор марафона, который называется Рерайтер жизни, который запускается каждый месяц первого числа, где мы пишем книгу о жизни своей мечты и учимся воплощать ее в реальность с помощью изменения своего мышления. Если сейчас вам кажется, что все это сказки, что все это долго, то это не так. Многие мои выпускники всего за полгода кардинально поменяли свою жизнь. И все то, что раньше было для них сказками и чем-то нереальным, стало самой настоящей жизнью. Ваша жизнь находится в ваших руках. И я хочу научить вас держать ее именно своими руками, управлять ей и делать все так, как вам на самом деле того хочется. На этом я завершаю это видео. Оставляйте свои комментарии, пишите, что вам понравилось, что нет. Делитесь своим опытом, а также пишите те вопросы, которые у вас есть. И я буду стараться снимать видео и на эти темы. Всем хорошего дня и до встречи в новых видео. Спасибо.